Крытая автопарковка, три спортивных зала, прачечная, комнаты для занятий и отдыха, кухня со всеми удобствами и санузел в каждом блоке. Все это о новом общежитии номер два Саровского физико-технического института, которое располагается в 22 микрорайоне города. Общежитие рассчитано на 330 мест. В комнате живут по 2-3 человека, и у каждого студента есть свое рабочее пространство. Это действительно прекрасное и удобное общежитие. Я сама здесь не живу, но всегда прихожу к своим друзьям. Это очень просторные блоки. На каждый блок своей кухни ничего не встретишь в других общежитиях. Очень красиво, светло. На торжественное открытие общежития приехал и ректор Нияумифи Владимир Шевченко. Он поздравил студентов с новосельем, поделился с ними своими студенческими воспоминаниями, а также разрезал ленточку в знак официального дня рождения Саровского общежития. Я хочу пожелать вам, чтобы у вас через много лет были яркие, греющие души воспоминания чего-то, что с вами произойдет в этих стенах. Потому что стены – это всего лишь камни, а важно то, что с вами здесь происходит, и только это наполняет эти камни жизнью и делает их действительно тем, что называется этим красивым латинским словом «альма-матер». Благодаря этому событию, открытию этого общежития, материально-техническая база Сарфти выходит на другой уровень. Это позволяет вам, как нашему будущему, на самом деле отдаться целиком учебе, становлению себя как личности, как гражданина, не решать вот те бытовые проблемы, с которыми, как отмечали коллеги, мы сталкивались в своей юности, в своих общежитиях. Там есть что рассказать, уверяю вас. Для всех гостей руководитель СРФТИ Анна Сироткина и сотрудники института провели экскурсию по общежитию, показали условия проживания в комнатах. В заключении ректор МИФИ Владимир Шевченко пообщался со студентами в неформальной обстановке. Светлана Ярунова, Андрей Махмудов, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24.